А мы продолжаем. Самое доброе утро, Наташа. Зима подходит к своему логическому завершению. Давай подводить итоги, так сказать, резюмировать этот сезон зимний. Что успела сделать? Ну, с дочкой в снежки поиграть, снеговика практически слепить. Ну, а так в целом и времени особо не было, и зимы. Ну, а по зимним видам спорта, например, лыжи? Лыжи. Ну, если говорить о лыжах, то я предпочитаю горные лыжи. Там и адреналин, и скорость. Как-то так. Ну, у нас снег уже практически в области сошел, поэтому... Да, я думаю, что в этом году уже не придется его видеть. Ну, можно помечтать. Но кроме того, что мы сегодня с тобой помечтаем, мы еще и пообщаемся с настоящим профессионалом в сфере горных лыж. И у нас в студии Руслан Шилов. Это инструктор, во-первых. Во-вторых, это отец, глава семейства. И сегодня он пришел к нам со своими очаровательными детками. И мало того, они тоже горнолыжники. Здравствуйте, Руслан. Доброе утро, Руслан. Представим, это нас Тимофей и Елисей. Тоже, между прочим, горнолыжники. И при этом, при этом Тимофею семь, да? А Елисею сколько? Сколько тебе лет? Три. Елисею три. Елисею три. Вот в таком малом возрасте уже у нас на лыжах стоят. Я почему-то была уверена, что в возрасте трех лет ребенок и склон может существовать только парень с ватрушкой какой-нибудь. Нет, совсем не так. То есть детей можно ставить с трех лет. Но самое главное, что ожидают родители. То есть в основном это такая физическая подготовка, работа на равновесие. Опять же радость. Это игра. Должна быть игра, да. И они спокойно научатся управлять скоростью, останавливаться, делать какие-то первые повороты на лыжах. Но не стоит ожидать, что они там сразу поедут. Мне кажется, этого, наверное, не всем и хочется. Вот мне бы, например, страшно было, наверное. Но также от физических, конечно, возможностей и психологического восприятия детей. Угу. Ведь для детей у них мир, для них больше, огромнее. И, вероятно, для маленьких детей должны быть маленькие горы и маленькие горные лыжи. Соответственно, да. То есть есть же разные уровни склонов, пологие склоны. В общем, наша область располагает к этому. Все склоны у нас такие, что дети могут начать учиться кататься. Можно заниматься. Тимофей, ты во сколько лет встал на лыжи? Тимош. Помнишь? Ты сколько? Во сколько лет ты уже катаешься? Ну, он с трех лет на сноуборд сначала вставал. На сноуборд? Сначала на сноуборд, потом сразу же на горные лыжи. Ну, ты герой. То есть они у вас просто зимние такие универсалы и на доске, и на горных лыжах. Такие, может быть, еще планы у вас? Ладно. Да, вот по развитию. Мы ждем третьего в команду. Вот как. И ждем девочку, да. То есть сейчас у вас буквально скоро, я так понял, будет пополнение в горнолыжной вашей команде. Да, да, да. Руслан, вопрос такой. Как давно занимаетесь этим видом спорта? Ну, относительно недавно, лет 7-8, я занимаюсь сам этим, а инструкторской школе сейчас будет. То есть профессионально мы занимаемся 5 лет. Скажите, а сложно человека поставить на лыжи, чтобы он ездил? Нет, это не сложно. Самое главное – это желание человека. Причем любой человек может встать на горные лыжи, если правильно подойдет к этому вопросу. То есть физическая подготовка не особо важна? Физическая подготовка, она как раз развивается в этом. Подтянется в процессе, да? В любом возрасте, в любом состоянии можно начинать, да? В любом возрасте. Не алкоголь. Ну, в любом состоянии, то есть физическом в данном случае. Замечательно. И такой вопрос. Вот вы инструктор. Есть же разные категории у инструкторов. То есть есть высшие категории, там, международный уровень. Вот вы сейчас на какой стадии находитесь? Я сейчас на средней стадии. У меня категория Б. Плюс я закончил все подготовительные этапы и стал преподавателем в национальной лиге инструкторов. То есть, чтобы люди понимали, у нас есть инструкторы начального уровня, которые обучают первым поворотом, среднего уровня, где можно уже переходить более спортивным карвингом, влезанным поворотом, в нетрассовому катанию. И высшая категория на данный момент у нас в стране – это категория. В разных школах она идет в разные измерения. То есть первая, вторая, третья или там по буквам это происходит. Вот. А категория там уже фрирайд, фристайл. Более сложные какие-то. Более сложные координационные, да. Более опасные, крутые склоны. А катаетесь только в Ярославле или выезжаете за рубеж? Нет, конечно, в Ярославле мы только работаем. Оказаемся в Австрии, в Италии, в Андорре, на наших российских курортах. Вот в Сочи, думаем, посмотреть после Олимпиады. После Олимпиады, да? А вы болеете за наших? Конечно. Вот вчера буквально, да, то есть у нас в сноуборде, да, и золото, и бронза. Это вообще прорыв, по-моему, сборной России, насколько я понимаю. В сноубординге, да, потому что в прошлой Олимпиаде, по-моему, второе место заняла. Ну, это в женской. Да, в женской. А в Москве не было. В Москве это вообще первый раз. Ну, горды. В рейсовом, да, конечно. Ну, здорово, такой результат. Вот бы его еще сохранить. Приумножить. Приумножить. Ну, я думаю, что вы такая команда, которая растет здесь, стоит на лыжах с трех лет. В принципе, вполне, да. Ну, а как считаете, вообще вот по последним годам, может быть, по этому году, по прошлому, много ли на будущее сделано сегодня, с точки зрения популяризации горных лыж? Ну, я думаю, что сейчас это в нашей области, по крайней мере, в России, это зарождение еще только идет. То есть, все такие зачаточные состояния. Сколько еще Олимпиад ждать? Три, пять? Ну, не знаю. Честно говоря, здесь будет зависеть от тренерского состава. Больше от тренерского состава. Чтобы понимание пришло, должны работать везде профессионалы. Отлично. Потерял машинку. Ну, что ж. Спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня в гости. Вам большое спасибо, что пригласили. И у нас, конечно же, не отпускаем с пустыми руками наших гостей. Конечно, таких очаровательных утренних гостей, как же отпустить. Генеральный спонсор нашей программы – это Чай Хилтоп. И мы вместе с нашим генеральным спонсором дарим вам этот подарок. Это чай. Спасибо огромное. Держи. Успехов, удачи Тимофею, Елисею. У них еще все впереди. Олимпийские игры их будут... Будем готовиться. Так, лето так через 16, я думаю. Может быть. Да что так, 10 хватит. Молодцы. Спасибо, что вы пришли. И возвращайтесь к нам с новыми победами и успехами.